Первомайскую 9 реконструировать не будут. Напомним, дом признали аварийным и непригодным для проживания в ноябре. Затем планировали здание восстановить. Однако, собственники отказались оплачивать свою часть расходов. Почти полмиллиона с каждой семьи сумма неподъемная. Вот и елочка у нас, старенькая, лысенькая. То, что удалось с собой взять. Да. Елку успели прихватить, игрушки забыли. Семья Грошевых покидала свою квартиру на Первомайской 9 быстро и в хаосе. Там прожили почти 25 лет. Срочное выезжание, все это трескается. Мы все выехали перед самой свадьбой. У нас и шифонер там остался, и пианино. Ну все, трехкомнатная квартира, долго жили. Маневренное жилье предоставила муниципалитет в доме на юбилейной 25. Людмила Сергеевна жалуется, что ветер здесь сильный и во дворе всегда скользко. У женщины болит нога, она боится упасть, поэтому уже давно не выходит на улицу. Красивым видом любуются лишь из окна. Не так, как на Первомайской было. Озеро здесь, дома новые, елочки стоят, там море видно. Всех жильцов Первомайской 9 расселили еще в августе. С тех пор решают, что делать с аварийным домом. В ноябре межведомственная комиссия признала его непригодным и опасным для жилья. Напомним, несколько лет назад в доме образовалась трещина. При тщательном осмотре выяснилось, в основе конструкции – деревянные сваи. При обследовании было определено, что деревянные сваи, в принципе, какую-то часть своей несущей способности потеряли. В том числе из-за того, что у нас значительно понизился уровень грунтовых вод. И происходила аэрация, то есть воздух поступал к дереву, что способствовало их, так скажем, быстрейшему износу. Решено было реконструировать дом, усилить фундамент и наружные стены. На это требуется 38 миллионов рублей. Часть средств предложили оплатить собственникам, но они отказались от реконструкции. Сначала предполагалось, что даст область, областное правительство 19 миллионов и 5 миллионов муниципалитет. То есть это получается 24, и еще там доля муниципалитета есть, то есть где-то в пределах 12 миллионов ложилась доля на собственников. А сейчас уже речь идет о полной стоимости, о 38 миллионах. Теперь собственникам своими силами нужно взяться за реконструкцию. Но если они отказались платить каждые по 500 тысяч, то почти по 2 миллиона семьи вряд ли согласятся. Здесь у нас уже вступает в работу статья 32 жилищного кодекса, где говорится о том, что собственникам даются, выставляются требования в разумный срок выполнить реконструкцию. Если они не выполняют ее, то начинается выкуп земельного участка, который находится в общей долевой собственности. Выкупать жилье будет муниципалитетно. Процедура эта долгая. У собственников будет полгода, чтобы определиться с решением. Если еще захотят спасти и реконструировать дом, власть обещает помочь. Если будут отмалчиваться, их дом, скорее всего, снесут. А квартиры будут выкупать ниже рыночной стоимости. Валентина Приходько, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.